МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это Суть дела. Саммит Троеморья – это начало трампизации Восточной Европы. Президент США номинировал Польшу на роль нового американского троянского коня в Европе. После победы Трампа многие восточноевропейские лидеры не скрывали своей радости, с упоением рассуждая, что уже в ближайшее время они постараются встретиться со своим новым вашингтонским единомышленником. Тогда эти разговоры выглядели наивной бравадой. Ведь при Обаме казалось, что Восточная Европа безвозвратно ушла из списка приоритетов внешней политики США. Но Трамп любит опровергать то, что всем кажется. Сначала он одним из первых принял в Белом доме президента Румынии. А потом начал свое международное турне с Польши. Но не подвел Трампа на этот раз. То, что разругавшуюся с Евросоюзом Польшу поставили впереди всех остальных европейских стран и даже саммита G20, было не менее неожиданно. Польша лучше всех в Европе вписалась и в основные лозунги его предвыборной программы, и в требования текущего политического момента. Трамп поддержал страну, которая исправно тратит на оборону положенные в НАТО 2% ВВП. Продемонстрировал Берлину и Парижу, что у него есть союзники в Европе. Обработал поляков на тему покупки американского оружия и сжиженного газа. То есть выполнил все положенные пункты, причем без малейшего риска столкнуться с какой-то критикой или недовольством. Только гарантированное купание во всеобщей любви, восхищении и благодарности. Доза чистого позитива перед неприятными разговорами на саммите G20. Но и поляки не подвели Трампа, свезли тысячи людей автобусами со всей Польши, слушать в Варшаве выступления американского президента. Речь Трампа была составлена идеально. Она в полной мере учитывала то, что польская аудитория очень невысоко ставит всякие вопросы экономики, потенциальные выгоды от сотрудничества, планы на будущее. Для поляков гораздо важнее, чтобы иностранный лидер показал правильное отношение к ключевым моментам польской истории. Трамп завоевал массовую польскую любовь не разговорами о сжиженном газе или верности пятой статьи НАТО, а тем, что в одной речи упомянул и тысячелетнюю польскую историю, и вечную любовь в поляках в свободе, и чудо на Висле в 1920 году, и подлость пакта Молотова-Риббентропа, и героизм Варшавского восстания, и польского папу Иоанна Павла II, и польскую набожность, и даже Шопена с Коперника. Там были все главные элементы польского исторического сознания, причем в правильном националистическом толковании. Помимо правильного описания польской истории, в выступлении Трампа были и более адресные моменты для нынешнего польского и европейского руководства. Наперекор брюссельской критике, он поддержал Варшаву в ее нежелании принимать беженцев из исламских стран, в защите семейных ценностей, в отстаивании национальных традиций, в борьбе с бюрократией. Последнее явно означало, что польское национальное руководство должно и дальше смело отставить свои позиции в конфликте с наднациональными структурами Евросоюза. А Евросоюз вообще никакого упоминания не удостоился. Единственным относительно практическим документом, подписанным в ходе переговоров, стало соглашение о покупке Польшей американских противоракетных комплексов «Патриот». Общая сумма контракта внушительная – около 8 миллиардов долларов. Саммит Троемории, в котором принял участие Трамп – совсем туманная инициатива. Это всего лишь второй такой саммит в истории. Причем на прошлый, в 16-м году, не сочли нужным приехать даже многие восточноевропейские лидеры. А тут вдруг целый президент США. Сами поляки не ожидали настолько высоких гостей. Им пришлось срочно переносить мероприятия из Вроцлава в Варшаву. Трамп осчастливил своим присутствием именно Троемория, потому что инициаторами этого формата, который должен стимулировать сотрудничество 12 государств Центральной и Восточной Европы, выступили Польша и Хорватия. То есть две страны, которые активно продвигают идею импорта сжиженного газа в Восточную Европу из Америки. Польша в прошлом году уже запустила терминал LNG в Свиноусте, а Хорватия планирует построить свой в ближайшие годы на острове Крк. Тема импорта сжиженного газа из США позволила Трампу одновременно поддержать американского производителя и очередной раз опровергнуть свои связи с Россией. Мол, он наоборот спасает Европу от российской газовой зависимости из Северного потока-2. Так Дональд Трамп перед саммитом G20 поправил настроение малым странам ЕС, полякам и себе. Это была суть дела. Все будет хорошо, не сомневайтесь.